Всем душевные, здравствуйте! С вами Субботин Александр. И сегодня у нас на приеме будет Наталья. У Натальи что болит? Шея. Шея болит у Натальи по утрам. Я уже и сказал, что в этом, возможно, виновата подушка, но мы это сегодня все посмотрим. И иногда у Натальи болит поясничка, когда она что делает? Домашними делами занималась. Домашние дела. Начнем смотреть Наталью. Позвольте. Наталья сидит у нас с опущенной вниз головой и немножко сутульцком. Наталья сейчас старается сделать вид, что она такая вся ровная, прямая. Но ничего, кроме сильного прогиба в пояснице, Наталья не добилась. Хочет меня обманывать, но ничего не получается. Хорошо. Сегодня будем вас хрустеть. Не страшно? Нет. Хорошо. Хорошо. Вот наша Наталья. Здесь мы видим ее морщинку. Вот такую она. Наталья, она так хочет выглядеть слишком ровной такой. Вот такой. Стараемся. Но такого не является. Лучше быть. Чем казаться, так будет легче и полезнее. Вы говорите, у вас много спорта в жизни было? Это какой был спорт? Раньше. Ну и гимнастика, акробатика, и восточное единоборство были. Хорошо. Итак, нам нужно исправить вот это. А давление у вас в порядке? Да. Хорошо. Пока что в порядке. Сколько вам лет? 46. 46. Вот это всем, кто говорит, что у нас только 18-летние девушки. Самая ваша главная задача сегодня – не напрягаться. Все. Окей. Вот здесь нам надо поправить, тогда здесь будет лучше. И сильный прогиб пояснички убрать. Но его мы не уберем, пока мы не сделаем здесь, чтобы здесь могло в грудном отделе все расправиться и расслабиться. Из-за сильного прогиба в поясничке у нас мы имеем неподвижный крестец. Его тоже будем делать подвижнее. За один раз, не помогайте мне, пожалуйста, за один раз мы его подвижным не сделаем, но сделаем подвижнее. Да, это для людей, которые верят в чудо и хотят приехать к нам откуда-нибудь из другого города на один раз. Не советую вам, друзья, этого делать, если у вас какие-то прям такие старенькие застарелые проблемы одним разом не решим. Сейчас я сделаю вот так. Не напрягайтесь, пожалуйста. Хорошо? Угу. Угу. Не напрягайтесь. Это означает не напрягайтесь. Анатолий, только напрягайтесь. Хорошо. Прекрасно. Не больно? Нормально. Хорошо. Хорошо, грудной отдел. Вдох-выдох. Выдох. А я сделаю вот так, не напрягайтесь. О, божественно. Как хрустно. Ну, не супер, конечно. Вы хрустите, но хрустите, да. Угу. Все хорошо? Да. На выдох, да? Вдох-выдох. Выдох. А спинку расслабьте. Угу. 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 Все хорошо? Угу. Дышать сложно было. А-а-а. Так не надо дышать. Вдох и выдох. Вдох. Выдох. Спинку расслабьте. Плечики расслабьте. Угу. Недостаточно. Плечики расслабьте и дышите в своем ритме. Здесь нам дыхание никак не помешает. Хорошо. Хорошо. Сейчас сделаю вот так, не напрягайтесь. Прекрасно. Плечико не напрягайтесь. Сейчас поправим, поправим. Угу. Прекрасно. Прекрасно. Не напрягайтесь. А вы на работе больше сидите, стоите или ходите? Сидячая работа. Сидячая, да не ровненькая. Да. Прекрасно. Вот мышцы эти расслабились. Шею, шею. Вот что нам нужно исправить. Ничего не делайте. Вот так вот голову расслабьте. Голову, шею, конечно же. Причем здесь голова? Не напрягайтесь. Нет, вы хотите мне помогать, а мне этого совсем не нужно. Потому что вы совсем ничего не умеете. Не напрягайтесь. Кладите щеку камня на ладонь. Как будто вы мне доверяете. Вот так. Все хорошо? Угу. Расслабьте шею. Вот. Остался только один бугородчик. Сейчас мы его тоже поправим. Щечку кладите. Ну, помните, да? Как будто доверяете. Прекрасно. Вот. Теперь все стало хорошо, как должно быть. Вот этот выступ должен быть вот в таком размере. Здесь важно сделать правильный. Вот пишут мне. Ой, вы вот всех одинаково лечите. Вот для всех у вас. Вот совсем не одинаково. Не надо помогать. Кладите ручку. Кладите вот ее, чтобы она просто лежала. Каждому нужен свой угол в поясничке. У каждого в поясничке. Ну, у каждого есть поясничка. Да, извините. Но угол каждому нужен свой. Усилие нужно каждому свое. И функциональный блок не у всех в одних и тех же позвоночках. Не напрягайтесь, пожалуйста, плечиком. Позвольте ему падать назад. А таз расслабьте. Вперед. Вперед. Позвольте. Вот так. Так, плечиком назад. Не напрягайтесь. Не напрягайтесь. Нет, 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 нет. Напрягается. Хорошо? Хорошо. Не напрягайте ножки. Да, ручки показывайте. Да, ножки не напрягайте. Нет, не напрягаем. Нет. Нисколько. Меня сейчас так обманут. Я говорю, ножки расслабьте. И человек делает так. Я говорю, да, да, да. Только ножки еще расслабьте, пожалуйста. А он мне всем лицом показывает, что он тебе без сознания. Да. Это частое явление. Не напрягайтесь. Я уже много раз говорил, что меня весь день обманывают. А я вот местку тоже всех обманываю. Не напрягайтесь. Хорошо. Все поправим. Ой, какая прелесть. Я вообще могу ничего не делать. Просто все само хрустит. Может, место намоленное. Да, у нас сейчас там уже больше 9 вечера. Мы снимаем это видео, когда уже я отработал целый день. Целый день отработал. И вот мы снимаем видео уже после 9 вечера. Поэтому, если я не слишком свеж, то знаете почему. Не напрягайте ручку. Не напрягайте. Пошло электричество в ручку? Хорошо. Есть такое. Хорошо. 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 Не напрягайте. Напрягайте. Вот так. Да. 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 Не помогайте мне. Не напрягайтесь. Хорошо. Хорошо. И в другую сторону будет не менее хорошо. Не напрягайтесь только. Вот так. Прекрасно. Прекрасно. Так. У вас хороший вдох, но плохой выдох, к сожалению. Грудью вдох. Сейчас поправим. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это замечательно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. Выдох. Вот такая красота. Вам нужно получше выдыхать. Здесь терпимо? Ну да. Если будет приближаться к нетерпимому, сразу мне говорите, я ослаблю. Хорошо? Угу. Хорошо. Тревоги вы себе, конечно, накопили. Вот вообще, это такое крайне редкое явление, когда у человека не перенапряжены эмоциональные эмоции, не перенапряжены. Крайне редкая вещь в наше время встретить эмоционально здорового человека. Терпимо? Да. Может быть, один раз в месяц попадется, а может быть, и нет. Месяц на месяц не приходится. Угу. Хорошо. Терпимо? Да. Прекрасно. Все. Сейчас расслабим, будет вам спать хорошо и жить легко. Прекрасно. Грудью вдох, выдох. Вдох, поправим животик, выдох. Последний раз, выдох. Замечательно. Замечательно. Вот, теперь вы выглядите как здоровый человек, почти что. Нет, как здоровый человек. Чувствуете себя хорошо? Да. Садитесь, пожалуйста, ко мне спиной. Это гимнастично так, все прям. Хо-хо-хо. Угу. Замечательно. Замечательно. Ага. Шея, молодец. Плечики расслабьте, поясничку расслабьте. Грудью вдох, выдох. Не перепрогибайте поясничку. Вдох, выдох. И последний раз, выдох. Замечательно. Вот самое главное, что нужно сделать для человека, нужно ему исправить и дать ему рекомендацию. А где же он взял вот то, что у него болит? Почему оно болит? Люди часто это не знают. А причины самые простые. Это наша неудобная, вернее, вроде бы удобная, но совсем некачественная для позвоночника мебель. Есть дорогая, есть красивая, есть всякая. Но вот такой полезной мебели, ну раз-два я обчулся. Практически ее и нет. Поэтому люди говорят, да у меня диван за 500 тысяч, как у меня может от него поясница болеть? Ну потому что это обивка стоит, а не его эргономичность. Хорошо. Как все прошло? Отлично. Отлично? Чувствую себя прям. Как уже сказала, да? Подождите, еще пока что не чувствуете. Как же я себя чувствую? Хорошо. Я могу ее больше даже наклонять, чем раньше. Не болит? Нет. Хорошо. Плечи, ручки под лопаткой, между лопаток. Отлично. Прекрасно. Наклон вперед, поясничка. Шикарно. Все хорошо. Ножки в порядке? Да. В порядке. Ничего не оторвали, ничего не отломили? Нет, все целое, все на месте. Было не больно, было хорошо. Прекрасно. На этом веселом моменте мы говорим вам до свидания. Спасибо вам за доверие. Спасибо вам. Да. Всем хрусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok